За мир в Украине молились в Киево-Печерской лавре. Там провели праздничную литургию. На пасхальный молебен собрались тысячи верующих из разных уголков страны. Все подробности в материале Юлия Жешко. Ровно в 23.00 благодатный огонь привезли в Печерскую лавру. Это значит, что Господь благословил землю еще на один год. В честь этого в храме преподобного Антония Феодосия прозвучала высшая молитва. Литургия. Праздничное богослужение началось сразу после того, как благодатный огонь внесли в храм. Священнослужителям пришлось пробираться к алтарю через толпы людей. И по традиции священный огонь из Иерусалима передали верующим. Сюда съехались тысячи паломников. Чтобы отпраздновать воскресенье Господня, пришли целыми семьями. Мы каждый год ходим в эту церковь, даже когда еще маленькая была. Мы всегда смотрим на крестный ход. Для меня это... Я очень люблю этот праздник, потому что он даже красивый, можно так сказать. К началу службы в Киево-Печерскую лавру прибыл и президент Петр Порошенко. Он приехал вместе с супругой и детьми. Глава государства пробыл здесь почти до конца службы. Здесь мы встретили и народных депутатов. Они пришли помолиться и посвятить Пасхе. Но только в этот вечер ни слова о политике. Сюда я пришел с женой, она здесь находится. А дети готовятся ехать с нами вместе, освящать Пасхи. Каждый год у нас традиция, мы в разных церквях освящаем. И вот эта традиция, она уже несколько лет. А вообще праздник для нас, как и для всех граждан нашей страны, всех верующих, это святой день. Мы думаем, я надеюсь, мы хотим, мы желаем, чтобы этот день принес мир. Люди верят. Люди верят в добро. Люди верят, что этот день принесет им добро в их семье, в страну добро принесет. На службу в Лавру пришел и нардеп Вадим Новинский. Всего пару часов назад он встречал в Борисполе благодатный огонь. Был здесь и народный депутат от оппозиции Сергей Левочкин. Как и глава государства, политики получили благословение от патриарха. А потом со всеми верующими присоединились к крестному ходу. Около двух часов ночи в храме на Печерских холмах началось причастие. А после ожидали освящения пасхальных корзин. У большинства украинцев богатый праздничный набор. Под звон церковных колоколов наступил рассвет. Христос воскрес и пасхальная литургия подошла к концу. Юлия Жешко и Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.